Ирина, добрый вечер, Беларусь. О, это не просто Беларусь, я дружил с одним Беларусом. Да чего они, работяги, Беларусь? Ой, какие они работяги, а какой он сад вырастил. Но был момент, знаете, я рос вместе со своими друзьями. Он был старше мне на 10 лет, его давно нет в живых. В СИЗО он посадил сад. Что-то от меня, что-то плодоносит. Потому что я был моложе, но более упертый. А он не стал заморачивать. Он из Беларуси привез саженцы, 10-15 саженцев. Они у него вступили в плодоношение. И первый раз саженцы зима, то есть было нормально, по 37. Потом длительная саженца зима, они все погибли. А уже плоды мы пробовали. Не было мозгов, чтобы черенки взять. Скорее, скорее, скорее. Не когда заплодоносил, а когда только он привез черенки, вот уже надо вырезать. Но это было, когда только пускали завод, когда некогда было. Когда это так обидно, привозят лучшие сорта с Белоруссии, то, что погибли, это нормально. Они не могут, не имели права жить. Прилитые были, но жить в Сибири они не имели права. Что подвойство Привой, это не наш уровень. Это Сибирь. И до сих пор вспоминаю. А я вспоминаю, я разговаривался опять. Как мне этот самый... И фамилию, и все. И он живет в поселке этот самый, Калы. А зовут Олег уже. Фамилию, ладно, не буду. Нормальный парень, работает этим самым охранником. Здоровый парень, у нас сейчас полстраны охраняет. От второй половины. Привез 40 черенков лучших груш, самых сладких. Собирался всего района из Гомель. Константинович, забери, и что я буду с ними делать? Как привез, так сразу интерес пропал. Через неделю они были черные. Ты что ж делал-то? Как они черные? Ты привез их, в морозилку положил. 40 дней в морозилке лежали. Какая морозостойкость? Привез их с Украины. Какая морозостойкость? Уже сколько лет прошло? 20 лет, я не могу забыть это все. Что 40 сортов. Где же я их возьму, как я поеду в Украину? Кто меня там ждет? Так. Вот вам и это. Как только вы написали, что где вот о Беларуси, Сразу видите, у меня, наверное, на меня сразу как бы навеяло. Андрей, Беккетинбург. Все садоводы ждут обильного рожая. На такой рожай ломает ветки. Ой, Господи. Подпорки, удаление, вручную, счастье, заведение, подвязание веток. Кто что протихует, расскажите. Я могу сказать только от себя. Первое. Когда большие урожаи, я к ним даже не подхожу. Вот. Мне просто некогда. Так. Угадать, какая ветка рухнет, я не могу. Рушится мало. Обычно при обильных урожаях за лето, за осень, одна-две ветки. А подпорок надо ставить сотню. Я выбираю. Или я теряю одна-две ветки, или сотню подпорок. То есть, это. Удаление, вручную, счастье, заведение. Я сразу говорю, руки пообрываю, чертый мэтр. Не подходите к дереву. Дашли проблемы. Лишний урожай. Будет больше урожая, будет мельче. Будет меньше, больше заведения. Мельче заведения, там, по каким-то причинам, счастье погибнет. Вот. Будет крупнее. Не лезьте. Самое страшное. Я вам сейчас скажу. Понимаете? Ну, я не могу. А вдруг, мне все распланировано. Я вот, допустим, про колновидное хочу рассказать в другой раз. А самую соль вот этого рассказа будущего, я сейчас скажу. Ладно уже, не буду ждать. Потому что, а вдруг. Вы знаете, что такое вдруг слово значит? Латин Кон, пять лет меня моложе. Так вот. Что такое вдруг? Приезжает ко мне, я молодой идиот. У меня все получается. У меня яблоня, колновидная, сорт называется КВ-7, дала урожай, видели фотографии там, дерево, а оно, сколько ему, высоту метров пять. Его не видно из-за яблок. Дерево не видно. Это тихий ужас. Приезжает это телевидение. Не раньше, не позже. И я, этот самый, Мюнхгаузен, блин, чуть не сказал по грубее. Беру, говорю, сейчас мы с вами зафиксируем мировой рекорд. Я же, ну, а как же, я же должен похвастаться. Как? Они берут, ставим ведра. Настроили съемку. А я говорю, мне надо доказать, потому что, если это, мы убрали яблоки, которые раньше упали спод него. То есть, еще бы больше было бы урожай. А яблоки падают. Убрали, говорю, все, чистый эксперимент. Настроили аппаратуру. Так? А это есть, это диск номер два. Кто хочет, тот увидит. Диск номер два. Я ничего не выдумываю. Это настоящие телевидения. И я беру на их глазах, мне бьет по голове, и я беру, мне надо, это, все до единого стрясти. А они же еще только там поднимут, парой в яблок висел. И еще месяц висеть. А я это самое, как сказать, перья-то распустил перед телевидением. Какой я крутой. И я стряс чуть-чуть недозрелые яблоки. И я стряс их все. Стряс, 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 стряс. До единого. Пять ветер набрали. Мировой рекорд. Все. Вы все, вы не понимаете, что несколько сотен яблок. Может полтысячи, может тысячи. Сколько их там упало? Они все нарушили. Столько получилось, пусть у них дыр. Это я сейчас говорю. Я не стесняюсь того раннего. Называй себя дураком, потому что только дурак мог. На следующий год не проснулось это дерево. Все, нет его. Если бы они дозрели, по одному упали. На следующий год урожай был поскромнее. Спору нет. Чем интересны эти колонны видны? У них истощаются плодушки. Самое главное не дать плодушкам раньше, не дать, чтобы рам на них не было. Вот я раньше времени рассказал. Только потому, что не хочу, чтобы ошибки повторяли. И когда мне не только, ладно, там стрясывают яблоки. Это уже грех. Это уже гибель плодушки. О чем никто не знает. И не надо учебники найдете. Это еще просто, когда вы берете, как там написано, удаление вручную части зависти. Вот я вам рассказал, вы пишите. Расскажите, я рассказал. Не подходите к ним. Я убил такое дерево, мирового рекордсмена. Своими руками. Вот, тряс, вы понимаете. Ты еще с яблока. Каждый упавший яблок, это рана на дереве. И на одном дереве получились сотни ран. А весной не проснулось. А еще сколько лет прошло, пока до меня это дошло. Я же только думал, я поэтому в МФТИ не поступил. Я же был бы академиком. Только ток от меня был бы ноль. МФТИ не взяли, потому что я экзамен провалил. А почему? Что думаете, сложные задачи были? Нет, для меня. Я только думал. Мне бы дали сутки. Я бы на шестерку бы ответил. Ну вот так получается. Несколько лет прошло, прежде чем до меня просто одна же ночь дошло. Нельзя трясти дерево. Нельзя. Так же, как нельзя трясти детей. Нельзя трясти его. Подойдите к человеку, начните трясти. Он вам в лучшем случае по морде даст. Так или не так? А дерево безответное. А мы их трясем. А потом собираем урожай. А это только вот когда вы эти слова написали. Удаление части зависти. Меня опять понесло. Не могу иначе. Так. Ирина. Всю зиму нахожусь в Брестской области. Порадовал нынешнюю зиму. Обилием яблок, груш из местных садов. Не польских и молдавских, а именно местных. Абрикосы в каждом дворе между домами многоэтажками. Но обычно почему-то междунаэтажками не пусто. Сейчас минус 18. Ветер ледяной. Ой, для Беларуси это что-то для меня минус 40. Ветер ледяной. Еще без снежного покрова. Короче, я боюсь, что эти абрикосы вы долго вспоминать будете. Прошлогодние. Так. Убирайте лишние цветки или самые мелкие плоды с молдю. Вот это я, честно, просто не понимаю. Вот это мой совет даете, я так понял. Убирайте лишние цветки или самые мелкие плоды с молдю. Я даже не пойму ничего. Честно, не понял. Видео, что-то вы обдумаете об одном, а я могу не так понять. Сележка в Новосибирске всех дождем. Еще и дождь в Новосибирске. Господи, только мне дождя не хватало. Ха-ха-ха-ха-сей. Кузнецова. У нас на Южном Урале тоже было несколько дней плюс 3 и дождь. В феврале. Потом резкое похолдание до минут 20. Ближайшие дни прогноз до 27. Снега достаточно. Хотя он здорово сел после дождя. Так, ну, Катя, держитесь. Как бы не остаться без урожая. Именно моих абрикосов. Корни не любят свет. Поэтому высаживаю прозрачные или белые стаканчики. Делайте вставку из черной пленки с минимальным выпуском. Затем при высадке захватите двумя пальцами перехлёст пленки. Наклоните на бок и аккуратно погружите ком в подготовленную лунку. Пленку выньте и сразу ничего не почувствовала. Спасибо за совет. Так, хорошо бы, чтобы вы сделали сегодняшний вебинар. Фотографии. Ну, не обязательно, все еще. Не в любой день можно сделать то, что вы посоветовали. А хорошо бы отцел инструкцию. Так, Скугарева. Антонина, вы живете у меня в садочку. Тихо в закуточку. Ждайте, девчонки. Тоня, мы с вами сейчас с Украины оба, что ли? Вы в Кемерово. Я в Хакасии. Эх, пробачься Антонина, чтобы мы поздно встретились с вами. От вас еще доклад, настоящий доклад. Я хочу, чтобы вы мне рассказали или по скайпу, или пусть даже по телефону. Был же у нас уже один телемост? Был. Давайте еще один. Что дети? Какие впечатления? Пусть мало фактов. Пусть это больше будет на впечатлениях. Как они страцировали? Как они, школьники, отнеслись? Вот. Сказали, а, давайте говорить, б, а, Антонина. Будь ласка. Так. Связывайтесь со мной в удобное для вас время, я вас прошу. Невзоров. Как раз в тепловых подушках надувает много снега. Ну, что? В прошлом году он переломал, почти все сажутся. Ну, тепловая подушка, я в конкретный случай привел у меня, когда нет снега. Даже вот то, что я показал в заводе управления, и это самое, и эта степь, и ветра страшные, и этот дом буквой Ге, и все равно много не надуло. То есть, в каком-то месте, если так сильно надувает, как у вас, тогда надо сидеть за этим, и, может быть, даже отказаться именно от этого места. Нет, сама идея тепловой подушки. А там, где будет большой уровень снега. Снег, который накрывает саженец, допустим, саженец метровый, а снегом метр двадцать. И вы думаете, ой, как хорошо он живет под снегом, ага, весной он будет весь излом. Так.